Здравствуйте, друзья! Наш сюжет о современных технологиях, о нанотехнологиях и конкретно о применении нанотехнологии в быту. И более того, мы будем решать привычную всем задачу, мы будем резать арбуз. Арбуз сначала надо помыть, то есть это все понимают, тут ничего я такого вам не скажу, значит, моем старым казацким способом, под краником, моем, тут мне скажут, что я много воды потратил, это не так, это там воздух один в этой стройке, ладно, будем считать, что мы помыли. Следующий шаг, все понимают, друзья, так же его не станешь, так вот, вот так не станешь, поэтому арбуз надо порезать. Многие спрашивают, друзья, многие спрашивают, а вот так резать вдоль или вот так резать поперек? Я вам отвечу, мы не берем на себя такую ответственность, мы будем резать вот-вот вдоль, да, а если вам хочется поперек, это ваше личное дело, значит, я вас осуждать не стану. Так, ну давай так, надо бы ножик, может, подлиннее, но, значит, здесь пока тоже, вы видите, мы не используем новейших достижений, так, просто взяли и порезали, как могли, вот, итак, друзья, вы видите, корочка тоненькая, вот попалась мне, это сложнее так нанотехнологии здесь применять, но это не важно, такая тоненькая корочка, арбуз, конечно, мог бы быть и покраснее, вы сами видите, но стучал он изумительно, вот так, знаете, так отдавался, то есть звуком, вот, это вот наш технологический прибор, новинка, новинка сезона, вот, как работает, значит, чтобы арбуз, знаете, не скатывался никуда, вот этого, чтобы не было, мы тут подложили резиновую такую тарелочку, ну, я считаю, что вещь к работе готова, единственное, что, я предупреждаю сразу, я тоже ученик высоких технологий, я хоть высокий ростом, но технологический я осваиваю только, это вторая моя попытка, значит, я начну с серединки, вот так возьму серединку, да, и так вот, значит, туда пойду, в эту серединку, вот я туда пошел, теперь, друзья, вот этой стороной я беру то, что там есть, нет, ну-ка, дайте еще раз, может, я не дорезал чего, ну-ка, еще разочек берем, оставь пока рядышком, сделай, не, ну, это просто там, знаете, что там столько жидкости внутри, ну, елки, ты сейчас, ничего, ничего, там столько жидкости, что он просто вот, купается в ней, давление исключено, купается в ней просто, так, пошли дальше, ну, так, все уже, значит, самое сложное было вытащить первый кусочек, дальше, все, пожалуйста, складываем, тут у меня какой-то образовался, ой, красавчик, вот он, так вот, от несовершенства первого движения, вы можете сказать, а чисто ли выбирает, ну, вы сами понимаете, что супер чисто выбирать он не может, потому что, потому что все-таки там форма-то округлая, а вот эта технология, хоть и современная, но, сами понимаете, с ограничениями, с ограничениями, вот, можно сказать, мы спекулируем на том, что мягенький арбузик, поэтому его легко так, а как, он не может быть не арбуз, то всегда мягкий, правильно, правильно, допустим, вот так вот, я думаю, дыню уже так, наверное, не возьмешь, для дыни нужны какие-нибудь еще, я думаю, дыню, раз прекрасно тоже возьмем, тоже, ну, посмотрим, мы не пробовали, значит, многие скажут, а почему это нано-технология, ну, друзья, если вас сильно занимает этот вопрос, значит, вы можете что делать, вы можете резать и говорить себе, например, вот, и получится, ну, я же для съемки, нет, нет, вот это вот ближе, я для нашего зрителя, давайте еще что-то рядом поставим, чтобы красиво было, вот так, значит, нарезаем пол арбуза еще, дело даже не в том, друзья, что вот мы взяли и нарезали арбуз, это каждый может, в конце концов, для этого не нужны нано-технологии, не нужны нано-технологии, но если обычно ножом резать, ну, разве кино снимешь, разве, вот, продемонстрируешь кому-нибудь что-то, кроме, там, умения пользоваться ножом, нет, вот, а у нас тут, я бы сказал, что мы так в целом завершили процесс, это второй в моей жизни пол арбуза, порезанный, значит, свет, я думаю, что можно показать, что тут внутри образовалось, давай покажем, что образовалось внутри, то есть, я думаю, что это надо тоже как-то покромсать, может быть, ложкой чайной, может быть, там, столовой ложкой. Ну, в общем, все гораздо аккуратнее, чем просто резать на ломтики, потом срезать их с ломтиками. Да, в общем, тут такая арбузная кашка, которую можно прекрасно съесть самому. Все, спасибо за внимание, технологии в жизни. Субтитры создавал DimaTorzok